Всем привет! Я тут готовлю очередную партию коры для посадок моих орхидей. Так, что у меня здесь в этом 10-литровом тазике? У меня остатки от архиаты. Вон они на дне, совсем мелкие. Вот темная кора, это архиата. Дальше, вот эта кора от Марины, средней фракции, галтованная. Смотрите, наконец-то я добралась до этих великолепных шоколадных коринок. Реально, как кусочки шоколада. И у меня, посмотрите, вот такая кора. Это дикая кора, которую я собирала сама. Собираю, сушу под солнцем, под высокими солнечными температурами, насколько это возможно. И вот так потом мне её, супруг, измельчают, потому что у меня нет сил её мельчить. Вот такими кусочками она становится. Да, краеугольные, но вот сейчас смешаю, всё будет хорошо. Я её вымочила ночью в воде, фильтрованной, под прессом. Вот так вот накрываю. И кладу груз. Обычно это тренировочные такие блины есть из тренажёрного зала. Вот у меня у сына я таскаю и кладу сюда эти блины. Всё. Для того, чтобы кора полностью была погружена в воду. Я сейчас смешиваю всё это дело. Видите, какая кора? Где-то крупнее, где-то мельче. Чудесная штука. Будет возможность выбирать в нижний уровень, в самой нижней посадке. Я буду класть такие крупные куски, толстые. А потом уже буду миксовочкой засыпать. И сюда опад. Знаете, вначале размешаю, наверное, а потом опад. Потому что сейчас к этой коре прилипнет, а кто и нет. Опада. Это десертные ложки, где-то, может быть, штучек 6-7. Несильным верхом. Опад это то, что я собираю под старыми соснами. Перепревший слой иголок. Который никак специально мной не обрабатывается. Он меня спрашивает, а вдруг там кто-то ползает. Ну и пусть ползает. Всё, что ползает в опаде, уж поверьте, муравьишки, какие-то там насекомые, жители леса. Им не интересны наши орхидеи. Они убегут. Они убегают. Я когда опад собираю, я вот так пакет раскрываю. Ставлю. Они выбегают. Один раз я принесла одного муравья. Всё, никаких специфических обработок этого состава делать не нужно. Не пережигать, не пересушивать там в печах. Вы убьёте микрофлору опада. А для чего мы его собираем, добавляем? Первое, это сохранить и улучшить экосистему посадки. И достаточно быстро она сбалансируется. Очень быстро баланс придёт. Посадки, когда орхидейки посажены, с добавлением этого чудесного компонента, как опад. Уже проверено множество раз. Не зря я обращаю ваше внимание на это. Всё, я перемешиваю. И у меня получается чудесный состав вот такой коры. Просто шикарная, элитная кора, которая в том числе и мне подгоняет. Марина! Спасибо ей огромное! Всё, готова кора. Теперь я буду пересаживать свои орхидейки вот в такой состав. Богатейший состав шикарной коры. Ну вот, пожалуйста, вырисовалась. У меня вот такая лопухандия еле достала. Эту орхидею мы вместе с вами на канале пересаживали, этот сезам. И, конечно, бесконечное цветение, долгое цветение этой орхидеи. Оно очаровывает не только меня, но и вас. Часто в обзорах я вам показываю, как он цветёт. Зимний, весенний, летним цветением он очень-очень долго цвёл. Все цветоносы, которые есть в его уровне, это огромные домашние каскадистые цветоносы, которые дала мне эта орхидея. После того, как я её купила в размере 2,5 в амхе, дала я ей достаточное время на адаптацию. Где-то месяца 4-5 я её не пересаживала. Она у меня так в амхе домашним цветоносом цвела. И потом, после цветения, а, успела навернуться, грохнулась. Представляете, за счёт чего грохнулась? Ну, я вам сказала, шикарные цветы, каскады, тяжелейшие цветы этой орхидеи. Они просто утаскивают горшок, лёгкий горшок, который во мхе был. Да, вот орхидейка сидела во мхе. Они свалили его просто на ура, когда раскрыли все цветы. И у меня этот цветонос благополучно сломался. Это был просто ужас. Я поняла, что нужно срочно пересадить, конечно, эту орхидею. Но я ждала, когда она цветёт кончиком. Даже оставшимися цветами, скажем так, да, он напополам отломился у меня. Вот, каскад цветов свалился. Сейчас что я делаю? Посмотрите, вот вместе с вами из омха пересаживали. А куда пересаживали? Пересадкой этой орхидеи была циафлора, мох на поверхности и горшок маленький 0,7. Ну, на тот момент, когда я её пересаживала, именно по объёму корней просился именно вот этот горшок. 0,75 он, по-моему, этот горшочек. Закрытая система? Нет, это не закрытая. Стоп, сейчас я скажу. Есть там у меня дренажный? Нет, в стенках горшочка дренажных отверстий нет. Есть только на дне горшка. Эта орхидея стояла на тарелке какое-то время, долгое. Потом она у меня достаточно часто требовала поливы. И я решила вот так, во второй горшок её поставить. И вот тогда хорошо я выровняла условия содержания. И эта орхидея хорошо поливалась. Я оставляла много воды. Вот так вот при поливе, проливом. Она за сутки выпивала эту воду благополучно. Ну, тут видно, что... Смотрите, какие листья. Это просто вот ничего, кроме дыл да лошадушка у меня. Вот не приходит никакого определения другого. Всё. Она сейчас у меня в растущем состоянии. Отрастила новый лист хороший. Корни все раскуклены. Все вот воздушные, все раскуклены. В грунте там всё раскуклено. Поэтому буду пересаживать. У меня сегодня я открываю новую пачку аминосила. Ту, которую успела ещё за 600 с небольшим рублей купить. И сейчас я, так как она у меня сухая, я сейчас замочу корни этой орхидеи в аминосил как антистресс при пересадке растения. Я развожу. Так вот. На литр воды я беру 2,5 мл аминосил на полчаса. Кстати, у меня постоянно спрашивают, Ирина, он пахнет? Девчонки, вот когда я первый флакон открывала, который у меня закончился, обязательно трясите, он оседает. Это нормальное его состояние, потому что состав соответствующий. Там микровзвесь, она реально оседает. Когда я первый раз открыла флакон, он пах органикой. Потом, через какое-то время, он вообще перестал пахнуть. Вот сейчас заодно и проверим. Будет новый флакон пахнет. Девчонки, мне писали, Ирина, открываем, не пахнет. Ну, вот сейчас нет запаха. Видимо, чем взрослее состав, тем он уже более органичен, и там уже все сбалансировано. Может быть, я купила какой-то прям наисвежайший. Эта бутылка у меня уже, ну, благополучно, наверное, месяцев 7 стояла. Так, а когда он сделан? Сделан он, не знаю, когда. Но то, что у него нет срока годности, это большой-большой плюс. Его можно использовать всегда и везде. Аминокислоты. Так, запаха нет. У меня 2 мл воды здесь, поэтому я возьму 5 мл. Аминосила как антистресс. И размешиваю. Слушайте, мне казалось, что у меня первый потемнее был. Может быть, знаете, как вот разливает его, когда, может быть, осадок все-таки оседает где-то там. Я не знаю, где его варят. Этот аминосил. Так, ну что, я заливаю орхидею. Почему я сказала варят? Я как-то видела видео, как его готовят. Вконтакте мне прислали ссылку от производителя. И там я видела, ну, как бы там такой был рассказ, как он готовится. Я прям обалдела. Его варят специально из специальных там составов. Он имеет нейтральную среду. Нет микроорганизмов в нем плохих. Отрицательных. То есть, все как положено. Я, знаете, с любопытством посмотрела это видео. На полчаса сезамчика оставляю я растворя Аминосила. И у меня сегодня, смотрите, я подготовила циафлора. Я ее замачиваю на час перед тем, как добавлять ее в грунт. Почему взяла циафлору? Потому что в предыдущей посадке я с лихвой для этой орхидеи использовала именно циафлору. Ей очень понравилось. Она шикарно росла вот до этого размера. Поэтому повторяю посадку. Далее. У меня уже благополучно подготовленная кора. Я вам показывала, как я ее смешивала с опадом. Ну и пойду сейчас найду горшочек. Сейчас я убрала чешуйки от старых листиков. Аккуратненько. Вот с этой стороны у меня получилось. Здесь хорошо все видно. И запланировала убрать верхний грунт. Вы знаете, поднимаю горшочек. Мам, дорогая, там все в грибнице. Вот именно ту грибницу увидела, про которую очень многие, ну, знаете, нелестно отзываются о ней. Типа она погубит корневую систему. Если ее контролировать, ничего она не погубит. Вот. Грибничку я вам покажу. Это орхидея. Бог знает, сколько была в этой посадке. И достаточно глубоко вы видели, что у меня даже не было возможности рассмотреть, что там вообще в грунте. И вот первый раз я взяла горшок после пересадки в руки и увидела там грибницу. Сейчас я вам покажу. Ее очень много. И я вам покажу, как я буду справляться с наличием грибницы в горшочке в бывшей посадке у орхидеи. Ну что, поехали трудиться. 30 минут прошло. Я и заодно увлажнила воздушные корни. Обычно, как я это делаю? Элементарно. Я воздушные корни раскладываю на столик рабочий мой. И запрыскиваю тем составом, в котором держу корневую основную. То есть, семеносильчиком я их водички в луже подержала, как я говорю. Положить в лужу воздушные корни орхидеи. У нее сейчас, посмотрите, какие же... У нее, кстати, очень толстые корни. Вот. Поэтому... Так. Ты-дым-ты-дым. Важный момент. Как я обычно делаю. По возможности. Я запускаю руки туда, в грунт. И фиксирую корневую. Не за стволик держу растение, чтобы его не оторвать. Вот смотрите, сколько там вызрело этой грибнички. Не за стволик фиксирую растение, а за заплетенную корневую систему. Обжимаю горшок. После того, как я обжала горшок, я начинаю раскачивать растение. Ну все, она, по-моему, пошла уже. Видите, где руки у меня? Внизу. Я держу корневой ком. Ни в коем случае не тяните за ствол. Оторвете. Поехали. Вот она, грибничка. Вообще все равно. Вот знаете, от слова совсем. Смотрите, в уровне грибницы, какие корни развиваются. Внизу вот. Есть подпорченная корневая. Это в результате того, что мне приходилось ее уже вот в этой маленькой посадке много воды ей наливать. Сейчас вот эту просто вот уровень вот этот я вот так подзачищу все. Меня это не будет волновать никаким образом. И вот это все классное, хорошее сейчас пойдет в посадку. Конечно, я подуберу вот это значительное вот это поражение грунта. Грибничка, она только вот здесь. Вот видите, около стеночек горшочка. И я убираю у нее верхний слой мха и верхнюю кору. Потому что в верхнем уровне из-за того, что нам приходится давать хорошие составы поддерживающие, да, кормящие растения. Не часто, но приходится. Мох это как естественный фильтр, который фильтрует и концентрирует на себе при просыхании достаточно большое количество солей. Поэтому я вот его, насколько у меня получится, я его просто убираю. Вот здесь я укоротила стволик. Место съема старого пенька у меня, видите, очень хорошее, чистенькое. То есть все там отлично. Дальше. Ничего смывать, тут идти там под кран и мыть корневую систему я не делаю. Такие промывания корней. У нас очень хлорированная вода. И поэтому, конечно, на корнях останется какое-то количество вот этой грибнички. Но можно с помощью биофунгицида триходерма, либо харцианум, либо вериды проконтролировать разрастание этой грибнички в новой посадке. И вообще ее заблокировать. Поэтому именно сегодня это я буду делать при добавлении грунта. Покажу, как вот эти вот коротенькие здесь остовы я убираю, подзачищаю максимально стволик и место отсоединения старого пенька я прикрою просто зеленкой и дам немножко времени подсохнуть. Корней плохих было немного совсем. Весь старый грунт. Здесь даже я серамис добавляла. Вот он, рыжий. Здесь не только циафлора. Циафлора более крупная, она более бежевая оттенка. Это рыжий серамис. Но сейчас я за ним не полезу уже. Будем добавлять циафлору. Это в принципе равнозначно. Так, это все на выброс. Все, что осталось на корнях, то осталось на корнях. Потом я с этим поработаю. Я возьму горшок 2 литра. Это внешний горшок 2 литра. Внутренний, я думаю, поменьше. Грамм на 150. Так, у меня в ножках кора и одним слоем кора крупная-крупная. Прям кубики такие, коринки. Сюда же я на кору кладу хаосом заплетенное кокосовое велокно, но я его увлажню в аминосил. Вот этот раствор. Так вот. И сюда делаем воздушную перину. Вот такую. Вот так выглядит корневая система перед посадкой. Стволик замазан зеленкой и я убрала сухой цветонос. Он был дырчатый, поэтому я его удалила под самое основание. И место тоже зеленкой хорошо, хорошо, так, знаете, прикрыла. Там образуется сухая мембрана, обжигающие свойства зеленки, спирт, дезинфицирующие свойства зеленки. Смотрите, остались участки коры, которая покрыта грибничкой. Вот она. Она как манка у меня вот прям под руками. Я нормализую эту ситуацию. Все увидите. Корни, вот, например, корни мыть просто от вот этой грибнички это бесполезно, потому что она мицелия, она уже находится на корнях. Поэтому здесь лучше всего применять либо хорошие фунгициды, биофунгициды, которые разрастаясь, споры биофунгицида триходермы начнут разрастаться и они будут подавлять рост грибницы в горшочке у этой орхидеи. Много раз вам показывала просто сухое добавление триходермы харцианум прям по поверхности грунта и впрыскивания в посадку. Прекрасно работает. Вы видите, что грибница после добавления триходермы она становится бежевого оттенка. Это все, это она погибла. Сейчас вы мне скажете опять барабанная дробь. Да, опять барабанная дробь и опять не сильно большой горшок. Горшок соразмерно-корневой системе. Я, конечно, их увлажнила перед посадкой, но они уже успели высохнуть, пока я тут туда-сюда бегала. Поэтому я буду делать это крайне аккуратно. Они высохли по поверхности. Внутри веламин у этих воздушных корней он увлажнен, он эластичен. Поэтому я аккуратно вкручиваю корневую систему в посадочку. Не вталкивайте, не вдавливайте. Она сама как садится, так садится. Просто вкручивайте. Можно горшок крутить. Можно и растение, и горшок. Запускаю туда руку и вот так вот немножко присаживаю орхидейку. Опять заправляю корни в посадочку. Так. И опять вкручиваю орхидейку. Так. С той стороны я все корешины заправила. С этой стороны растущие корешочки вы их аккуратненько располагайте. Вот так. Чтобы их механически не повредить. Потому что стремящийся растущий корешочек он очень нежный. вот так. Теперь с этой стороны я заправляю все-все корешочки в посадку. И также вкручиваю орхидею. Именно в ту сторону в которую я начинала ее вкручивать. Смотрите как хорошо она размещается. Сейчас вы мне напишите Ирина опять маленький горшок. Нет не маленький горшок. Я хочу чтобы она у меня цвела не корневую отращивала осваивая новый объем большого горшка. Поэтому я делаю так как я делаю. Мне нравится. Все она у меня практически в домике. Единственное что какой задачи нужно мне сейчас решить это поравнять ее. Она же лежала вы же видели. Поэтому я запускаю руку туда и как бы ее корневую вкладываю в диагональ. Вот так видите все она ровно сидит. орхидея отлично присела в этот горшок. Правда с этой стороны вы видите что корневой ком он поднялся за счет того что я выравниваю посадку. Чуть можно положить бог с ней чтобы опустить этот уровень. Я вот этот уровень вышедший корневой я его прикрою мхом и все решу. Все я начинаю добавлять грунт. давайте я вам покажу что уровень зеленой части растения это уровень поверхности горшка. Я не заглубляю орхидейки зеленой частью в посадку потому что это может быть сопряжено с прогниванием зеленой части орхидеи стволика. Особенность крепления листьев существует у орхидеи когда при поливах иногда вода попадает и в условиях грунта она не испаряется попав в пазухи листа и потом начинается проблема и вот как располагается корневая в посадке внизу видите вот у нее там место есть куда расти аэрация нижнего уровня посадки тоже прекрасная пустотелая середина там вообще ничего нет там пусто вот ну и конечно здесь вот около стены горшка тоже есть место куда расти корневой системе и куда мне сейчас нужно будет заложить грунт все я ставлю сюда чтобы было более устойчивая конструкция и начинаю добавлять подготовленную кору я сейчас делаю акцент на заполнение объема посадки внутри там где совсем коры нет хорошие беру туда кусочки такие крупненькие плотненькие кубические то есть хорошая кора вот такая вот и туда ее выкладываю коры пол горшка теперь сюда по стенкам я добавляю сафлору на этот объем коры сафлоры добавлю где-то средний уровень где-то 3 десертных ложки вверхом втрясаю втрясаю она очень хорошо циафлора опускается в нижний уровень нужно только ей немножко помочь можно еще чуть-чуть добавить там где ее маловато ну и опять на циафлору я закладываю кору вместе с опадом я вот сейчас уже акцентирую конечно внимание выбираю помельче кусочки вот такие и сюда кстати опад тоже очень хорошо повлияет на грибничку в посадке потому что в опаде естественно при обладании положительной флоры стабилизация посадки произойдет очень быстро при добавлении опада в течение 10-12 дней без плесневения коры у меня посадка практически заполнена корой и вот теперь я беру триходерму харцианом у меня вот такая триходерма харцианом еще содержится в других препаратах со следующими коммерческими названиями это триходермин это глиоклодин поэтому когда вы покупаете препарат вы обязательно смотрите на состав у меня вот такая порошкообразная форма и я кисточкой вот так по поверхности буквально вот так втрясываю чуть-чуть у меня где-то получится 1 грамм можно чуть побольше взять это триходермы и я сейчас вот так ее введу в посадочку у меня влажная кора она увлажненная это сработает правильно сейчас можно еще что сделать впрыскать эту триходерму в посадку аккуратненько водичкой по поверхности опрыскать внесенную триходерму все достаточно если вы не хотите так делать можно при первом поливе развести и замочить на полчаса минимум для того чтобы эта спора заселила грунт триходерма харцианом вериды эти виды триходермы они как биофунгициды не попадают в ткани растения они не проникают через оболочку корня но они прекрасно защищают корень от инфекции от отрицательной флоры и создают необходимый баланс внутри посадки теперь у меня идет немножко еще циафлоры циафлору я просто на поверхности вот одну никогда не оставляю я вам говорила что я делаю такие посадки циафлора плохо работает на поверхности со временем у циафлоры очень сильно засаливаются ее камушки и корни достигая уровня циафлоры на поверхности если она вот много ее здесь они начинают поджигаться теми солями которые которыми пропитана эта циафлора поэтому я немножко добавляю по краю горшка и втрясываю ну и теперь осталось добавить только мох пришел черед мха от марины увлажненный мох я раскладываю неплотным слоем просто проталкиваю между корешков где есть такие хорошие воздушные карманчики чтобы создать очень красивый ну и не только красивый а полезный уровень наверху между коренками он кладется красиво да и будет немножечко он выше уровня горшочка но этот мох посмотрите какой он шикарный прям чудо какое-то лесное золото лесное он будет хорошо держать влажность верхних корешочков вот так между корешков можно его вот так просунуть немного вот такая обалденная посадка у меня получилась на поверхности мох как кочка маховая лист вот этот я не стала убирать она его скидывает выжелчивает его желтит он потом она его отсушит я его просто уберу это будет легко сделать потому что я орхидею не заглубляла вы видите как располагается орхидея очень красивая получилась вкусная посадка для этой орхидеи я думаю она даже не заметит данной пересадки чуть-чуть опять накренилась но это все все это мелочи будем в ту сторону цветоносы фиксировать и тогда получится в принципе нормально она выпрямится так сейчас покажу по корням как они там легли внизу аэрация отличная в середине объема очень аэрированная посадка воздушная вы мне скажете что это вы такое говорите что это она у вас воздушная за счет того что у меня пошла крупная кора но кора скорее она не крупная она средняя но она очень объемная она имеет ширину длину одинаковую как такие кубики квадратики вы видели вот так здесь воздушный карман неплохой хороший поэтому я думаю орхидею это и все будет замечательно все орхидея сезам пересажена с прекрасным красивым результатом ну а мне остается пожелать вам результативных пересадок антистрессовых пересадок для ваших орхидеи для вас всего вам самого-самого доброго здоровья и благополучия увидимся с вами вновь на моем канале в очень интересных красивых видео всем пока-пока до новых встреч первый полив этой орхидеи через полтора два дня кора увлажненная циафлора увлажненная и орхидея полчаса находилась в рабочем растворе с аминосилом что собственно и поддержит растение после пересадки все метод погружения горшочка в воду через полтора два дня минут на двадцать тридцать для того чтобы мне насытить кору влагой ну и корешой полить корешочки вот таким образом я буду ее поливать вы Продолжение следует...